Сейчас вернемся к теме Пекинского форума, в котором, напомню, принимает участие первый президент Казахстана и еще около 40 глав государств и правительств. С нами на связь выходит Ян Лей, директор Института Конфуция при Евразийском национальном университете. Связь наладилась и теперь можно задать несколько вопросов. Первый, повторю, на ваш взгляд, в чем главный секрет Китая и как ему удалось объединить в один проект такое большое количество стран? Спасибо за вопрос. Сейчас на это народная мудрость красит, что посеешь, что пожнешь. На этом форуме приняли участие столько лидеров государств и стран. Я думаю, что это хорошее свидетельство о удачном международном сотрудничестве, потому что суть данного форума заключается в нескольких ключевых словах. Это мир, это дружба, это взаимные выгоды, это обоюдный выигрыш, конечно, развитие и сотрудничество. Именно суть данного, не только данного, но и прошлого, но и будущего, такого форума привлекает столько лидеров поехать в Пекин в гости. А как считаете, чем проект привлекателен именно для Казахстана? Для Казахстана. Только что я тоже хотел бы отметить, что ваш господин Назарбаев в выступлении в Пекине, он сказал, что народная мудрость красит, китайская мудрость красит. Если хочешь стать богатым, тогда строй дороги. Много крупных китайских предприятий, компаний, они здесь строят дороги, мосты, заводы. Я здесь жил уже пару лет, я своими глазами увидел, как быстро меняется, развивается экономика Казахстана, быстро меняется облик города. И поэтому я могу гордо сказать, что китайские предприятия здесь много строят, и наш институт Конфуция тоже много помогает в распространении казахстанской культуры в Китае. И это если обоюдные выигрыши или арендные прибыли, но не только в экономике, но и в культуре. Спасибо, что нашли время ответить на наши вопросы. Я напомню, в нашей студии был директор Института Конфуция при Евразийском национальном университете Ян Лей.